Привет! Хочу вам сообщить новость. Мы подтвердили старшего национального директора в двухнедельный каталог. Это, конечно, шикарно. Я прям невероятно рада и счастлива. Это вообще здорово, это круто. Вот. И в прошлом каталоге мы получили чек за национального, а в этом за старшего национального. То есть две премии подряд мы получили. Вот. И это, конечно, невероятно круто, классно и неожиданно. Я думала, в двухнедельный каталог у нас это не получится. Но, конечно, как мне сказал муж, Аня, ты недооцениваешь свою команду, своих умниц, красавиц. Говорит, ты посмотри, какие они у вас все классные. Вот. Поэтому спасибо вам, низкий поклон, за доверие, за веру в себя, за веру в проект, за такой рост. Мы практически уже подтвердились. Не хватает сколько-то там тысяч баллов, но это немного. Вот. И, конечно, дорогие коллеги, я вчера вам хочу сказать, что, помните, мы с вами поговорили про созвоны, что с 15% лидеры могут настраивать СИП-телефонию и созваниваться. Все про это знают. Лидеры 15% от 15% и выше. Поставьте, пожалуйста, плесики. Я вчера обзванивала структуру Екатерины Шишкиной, дочке своей. Нам не хватало 250 баллов. Я обзвонила по неоплаченным, по шагам стартовой программы. Я веду вебинар, доченька. Иди, давай, иди. Да, я обзвонила всех. И, вы знаете, сегодня, вчера она тут же подтвердила 12%, то есть вышла в первый раз. И уже сегодня 200 баллов еще сверху проплаченных. То есть у нее по структуре уже 1200 баллов. Да, то есть, смотрите, прирост дало 400 баллов. Но я, конечно, выжила по полной ее структуру. Я вам хочу сказать, что кому-то не хватает 100-200 баллов. Сегодня самое то, после этого вебинара, сесть за СИП-телефонию и всех обзвонить. Скажите, пожалуйста, видели ли вы файлики, которые я скидывала? Я их решила на YouTube не выгружать. Вот, тоже. Кто смотрел файлики, запись, как я созваниваюсь, я думаю, вы видели, что я больше двух минут на одного человека вообще не трачу. И вот эти вот две минуты, вот вроде бы как такая ерунда, да, полностью помогла мне отработать структуру и дать прирост. Постартовый, да, ну там еще одну запись я скинула позже, как я обзваниваю по стартовый пробный шаг. Да, как я позазваниваюсь. То есть там немножечко есть чуть-чуть и работы с возражением и все такое. Вот, и я вам хочу сказать, что кто не может настроить, я не знаю, если честно, у меня проблем нет, я не понимаю, в чем проблема, кто не может настроить. Но тот, кто не может, все равно должен понимать, что он директор и наставник, может быть, да, лидер своей структуры. И от лидера, именно от лидера зависит рост. Можно сообщить через Viber, WhatsApp, Skype, куда угодно, просто сесть и через все средства массовой информации оповестить людей. И еще я вам признаюсь, никогда такого не было. По моей личной группе более чем 6 тысяч баллов вне оплате висит. Да, я подтвердилась, я понимаю, что я получу свою премию, но я также вижу, как недоработаны люди по моей личной группе. И я, конечно, не вижу, как у директоров обстоят дела, но мне кажется, что все привыкли к двухнедельным каталогам. И больше половины лидеров, ну, я, если ошибаюсь, то, конечно, вы меня поправьте, но больше половины лидеров, мне кажется, не оповещают о двухнедельных каталогах и думают и пускают все на самотек. Да, то есть обязательно, обязательно нужно говорить, что лидеры слетят со стартовой программы, если не платят до конца каталога. И вот я обзвонила всего лишь 60 человек вчера, и я вам хочу сказать, что только четверо из 60, 4 человека из 60 знали, что им нужно оплатить заказ до конца каталога, уже иначе у них слетает полугодовалая, как сказать-то даже, полгода подарков. Если честно, я была в шоке, как так, вот до такой степени, можно пускать все на самотек. Я была реально удивлена. Я вас очень прошу, все директора, сядьте сегодня за СИП-телефонию и на самом деле потратьте часик 2-3, чтобы позвонить новичкам, у которых может сгореть стартовая программа. Кто не обзванивал, обзвоните. Еще не поздно. Еще не поздно, но знайте, что уже Владивосток надо обходить стороной. Там плюс 8 часов. Мы с вами закончим сегодня быстро, потому что веточки я запускаю, да, крайне сжато. И вот вчера я, конечно, была в шоке, когда обзванивала. Вот лично лидеры моей личной группы работают со своими людьми единицы, единицы. Хотя очень много лидеров с личной группы добавлено в СИП-телефонию, но они даже не подумали созвониться. И у кого не получается, те даже не подумали разослать письма, позвонить через Вайбер, Ватсап, Телеграм, через сообщество какие-то письма разослать, еще что-то. Это, конечно, слишком опроведчивый шаг, потому что много людей не знают, что каталог идет 2 недели. Просто не знают. Вы представьте, в понедельник вас начнут заваливать вопросами, почему у меня написано, что я из стартовой программы выбыла. Десятки людей начнут опять писать мне, что они выбыли из стартовой программы. Что я должна им отвечать? Пожалуйста, позаботьтесь о своих людях сами, потому что на самом деле 60 человек обзвонить у меня ушло 3 часа. Просто если вы думаете, что вы можете мне списки скинуть, я их обзвоню, но это на самом деле очень большой кусок работы. На каждого по 2 минуты, плюс минута скопировать, ставить номер, нажать вызов, подождать, пока трубку возьмут. Это получается примерно 3-4 минуты каждый человек. И вы понимаете, что это время. И позвонить вам в лоб никто не даст. И большинство людей было радо, что я им позвонила, что я их набрала. И я вам хочу сказать, что ни одного нагрубившего мне человека из этих 60 вообще не было. То есть все говорили спасибо. И мне было очень приятно обзванивать нашу структуру, что у нас такой добрый, хороший народ, который, да, вот я слышу по их интонации, к примеру, ой, да уже отвяжитесь, да, ну вот такая интонация, что вот сейчас я вас дослушаю, трубку кину, мне наплевать. Но они все дослушивали, во-первых. И все равно я старалась зацепить людей, да, и я считаю, что вот, ну вот прирост очень хороший. И в позапрошлом каталоге у нас также не хватало в двухнедельном, да, в двухнедельном прошлом каталоге у нас также не хватало 12 тысяч баллов до уровня прошлого периода. Я обзвонила и за два дня я подняла товарооборот на 6 тысяч. Но я звонила, конечно, два дня сидела. Я всех до единого звонила. Вот. И вы знаете, эффект есть, и эффект есть очень хороший. И, конечно же, тут еще впутана такая вещь, как невидимая помощь новичкам. Когда новички говорят, боже мой, у меня есть человек, который пошел по стартовой. И не важно, что это вы ему позвонили, что это вы ему все рассказали, не важно. Самое главное, что ваши новички рады и начинают верить в себя. А положительная энергетика новичка – это рост вашей же структуры. Поэтому зрите в корень. Не созваниваясь со своими людьми, вы можете очень много упустить новичков, которые еще не уверены, надо им этот сетевой маркетинг или не надо. Да, то есть мы с вами получаем выплаты, они, увы, пока нет. Или получают там свои 750, 720 там, да, рублей. Они не видят еще, да, ни хорошего списания, ни объемной скидки, ничего. И наша задача их удержать, пока они не открыли ИП. Так ведь? Поставьте, пожалуйста, плюсики, слышно ли меня. Слышно, да? Поэтому обзвоните обязательно, не жалейте своего времени. Вот. И, конечно же, я желаю всем отличного настроения. Сегодня много классных новостей. Вот было лично у меня, да, дочка вышла на 12%. Мы подтвердили, клип нам такой классный сделали. Понравился клип? Клип вообще классный. Вот. И сегодня мы с вами поговорим о том, как запустить веточку именно качественно и именно запустить веточку правильно, чтобы она росла потом сама, и вы бы могли легко открыть новую. Вот это, скажите, пожалуйста, нужна ли эта тема? Потому что народу как-то у нас с вами маловато пришло. 20 человек, ну, в принципе, молодцы. Было 17, да. И потом, конечно же, как передавать веточку. Вот. Очень-очень-очень, я думаю, такая тема щепетильная, да, потому что я ее раньше не рассказывала. Ага, спасибо вам огромное за обратную связь. А то с микрофоном проблемы, я вас буду почаще спрашивать, слышно ли меня, а вы мне, пожалуйста, отвечайте. Итак, начнем мы с вами с самого начала. Во-первых, я с вами как с топ-лидерами, которые работают, да, это, вебинар ведется именно для лучших топ-лидеров и для их директоров с целью, ну, как бы помочь вам сопровождать свои структуры, стать лидерами, да. И мне с вами, и лично с вами хочется посоветоваться вот на данную тему, которая сейчас на слайде. Я предлагаю вам сделать такое нововведение, забирать у новичков первые их три регистрации в свою веточку под ним же, да, то есть новичка зарегали, он находит первые три реги, и вы забираете у них эти регистрации и регистрируете их именно в эту же веточку под новичком, но только первые три. То есть у нас с вами может получиться бинарное построение с минимумом аппендиксов и без риска стать директором в корзинке. Я долго думала эту тему и советовалась много с кем, да, и вот как-то вот самое лучшее решение это вот было такое, но мы, конечно, еще ничего, клипы не готовили, ролики не снимали на эту тему, ничего не делали, вот, просто хотя бы сначала посоветоваться, да. Потом, после трех регистраций, мы уже будем разрешать им открывать свою первую веточку. Скажите, пожалуйста, как вы на это смотрите, потому что когда у нас было совместное построение, да, вот чисто совместное построение, очень много людей улетело в корзиночку, да, стали директорами без корзиночек. Вы напишите мне, пожалуйста, словами, согласны вы, не согласны. Мне интересно мнение большинства. Прошу вас очень поактивнее, как вы на это смотрите. Задайте вопросы. Можем даже на эту тему создать отдельный педсовет. Вот, и вы знаете, но вот когда мы перешли на бинарные, все же взгляд со стороны, да, сверху, да, вот говорит о том, что очень-очень много людей приходят, зарегистрируют одного-двоих и смываются с проекта. И вот эти один-два висят сбоку и не понимают, почему кому-то повезло, он попал под поток, а кому-то не повезло, он сидит сбоку. Вот у меня тоже есть сомнения, вроде бы как нормально, но опять-таки на новоиспеченных наставников, да, то есть получается больше им работы. То, что они должны же сидеть, вот первые три регистрации у каждого новичка, сидеть, мониторить, когда она у него будет. Вот, да, вы, конечно, подумайте, очень рада, что пришли директора, да, очень рада, вот, мы советовались много с кем. Антон говорит, что это очень хорошая идея и лучше всего брать пять регистраций. Я говорю, пять регистраций слишком много, да, потому что риск корзинки может быть. Вот у нас лично он может быть легко, этот риск корзинки, если к нам, да, то есть бывает такое, вы, наверное, уже все в курсе, к нам приходят директора уже на бренд из других компаний, и они быстро отстраиваются. Если я, допустим, пятерых шлепну новичка и пятерых директоров, то за два каталога веточка может выйти на 23, и верхний просто сядет в корзиночку, да. Ну вот я думаю, что три человека, я думаю, это очень хорошо. Я думаю, мы еще с вами раз соберемся, да, на педсовет. Почему не успеют? Можно же и регистрировать, вот я в последнее время вообще не регистрирую людей, если они не согласны заведомо сделать заказ. Да, я, знаете, как пишу, регистраций бывает много. Я иногда провожу 2-3 регистрации в один день, в одну веточку. Мне бы не хотелось ждать 3 дня, да, то есть у нас же всем, как бы у меня в структуре 3 дня, да, но есть люди, которые тянут 3 дня, но у меня очень мало людей, которые реально 3 дня тянут. И, конечно, можно же, наставник открывает, ну вот мы сейчас с вами поговорим, кстати, по этому построению, не буду вперед забегать. Вот. Директор корзинки, это когда 23-процентный лидер выходит за счет наставника на 23%, не успевает отстроить 2000 баллов в бок, и его снизу поджимает Люда. Это мы говорили на прошлом вебинаре, поэтому из этого, может, ты и не знаешь, что ты его пропустила. Ты пересмотри, пожалуйста, запись. Вот. Я вебинары стараюсь делать, ну, глубокие, чтобы все было понятно, поэтому просто пересматривай записи, которые уже есть. за 2 дня, 4 регистрации. Ну, отлично. Да-да-да, отлично, Люда. Если такой новичок, то это здорово. Первые 3 забираем, обрабатываем человека, можем с ним созвониться как директор. Это вообще круто. Ты директор, ты созваниваться уже умеешь. Вот. Итак, ну что ж, поехали с вами дальше. Дальше думайте. Я очень надеюсь на бурное обсуждение этого в чате. Все за, все против. Очень-очень буду рада. Вот. И, конечно, если будет большинство против, то понятно, что мы это не введем. Но я бы очень хотела это ввести именно в свое построение. Вот. Но если нет, то нет. Я за мнение большинства. Потому что все равно мы с вами все вместе, все в одной пряжке, и мы будем с вами всегда один за всех и все за одного. Вот. Поэтому подумайте. Я жду бурного обсуждения в чате топ-лидеров после того, как вебинар пройдет. Но лучше, конечно, вы обзвоните сначала структуру. Итак, значит, смотрите. Мы давайте начнем с самого начала. Да. То есть... Людочка, посмотришь записи, дорогая? Я предлагаю первые 3 регистрации у новичка забирать себе и строить под него же в цепочку, в свою под ним, которую мы ведем. То есть получается у нас просто очень много аппендиксов, жалующихся, что им не помогают. Вот хотим. Но если ввести постоянное совместное построение, то опять-таки у нас получается, что директоры в корзинке оседают, и совместное построение, это больше зла приносит, чем чего-то там хорошего. Поэтому вот смотри этот слайд, Люда. Вот. И если что, посмотришь. Я пока это вынесла. Это не какое-то правило, это не какое-то нововведение. Я это вынесла для того, чтобы посоветоваться с топ-лидерами. Как считаете вы? Да. И после вебинара можно где-нибудь в середине следующего каталога собраться и кто что решил. Да. Списаться, как-то попереписываться. Вот. Значит, мы с вами приходим на проект, и у нас с вами у всех три варианта построения. Или у нас своя веточка и веточка наставника, что бывает в идеале, да. Или у нас свои две веточки, да, если наставник вдруг ушел с проекта, да. Или у нас одна веточка наставника, и мы сидим и ждем море погоды, да. То есть у нас в основном три варианта построения. Вот. Итак, сначала, конечно же, нужно понять, как же нужно наводить порядок в скайпе, чтобы вы не путались ни в чем, да. Вот такой как бы внеплановый вам совет. Значит, смотрите, когда я открываю новую веточку, я под нее открываю гугл табличку и чат. Это мое железное правило. Я открываю гугл табличку чат и сколько у меня цепочек, веточек, столько у меня чатов на эту веточку. Вот это самое главное. И веточку я предлагаю вам называть фамилией первого активного веточки человека. То есть если человек активен, работает, приводит людей, вот он у вас и есть. Самый первый, самый классный человек в вашей ветке, самый такой лидер, да. Не обязательно называть тех, кто по сообществу, да, у вас там виднеется. И, конечно, когда мы проводим с вами очередную регистрацию какую-то из веточек, да, надо этого человека, которого вы зарегистрировали, который вас нашел в скайпе, переименовать таким образом, да. К примеру, если у меня есть веточка Смирнова, и я зарегистрировала, допустим, Дарью Иванову в веточку Смирновой, я так и подписываю. Дарья Иванова в скобочках веточка Смирнова. И я уже знаю, в какой веточке у меня человек, да. Я это изобрела, такой велосипед, для того, чтобы не путаться, да. Вы знаете, что у меня веточек 6 сейчас одновременно ведется, потому что регистраций бывает много, и менее 6 веток вести у меня лично не получается, да. То есть, если у вас по одной регистрации раз в 3 дня, вы можете вести только одну веточку. Если у вас 2 регистрации в день, уже приходится расширяться, потому что люди не успевают активироваться, и тут есть такая вот проблема, да. Вот. То есть, изначально у наших с вами новичков, если вот так вот приводить скайп-чат в порядок, то у нас получается сразу у новичка 2 чата, да. То есть, у него веточный чат, где ему всегда помогут, и общий чат, где он смотрит объявления о вебинарах, о распродажах и так далее, да. А за теми чатами уже следят директора, мониторят директора, и там все уже, да, как часы слажено в этих чатах. И как только ваш новичок делает 5 регистраций, 25 баллов, у него получается еще один чат, это чат активного роста. И до чата топ-лидерства у него только вот эти вот 3 чата, да, куда вы его добавляете, и дальше он может свои чаты также открывать, да, на каждую веточку. Поставьте, пожалуйста, плесики, не запутала ли я вас и слышно ли меня, потому что я не знаю, что за ужас, еле включила микрофон. Сейчас я вас буду теребить. Спасибо большое, да. То есть смотрите, у меня все строго четко, а самое главное, чтобы хорошо расти, нужно иметь дисциплину, железную дисциплину, да, то есть я всех люблю, люблю всех одинаково, кому-то к радости, кому-то к сожалению, да, то есть я не даю никаких, никогда никому поблажек, то есть порядок, порядок. Чат АР только после 5 регистраций и 25 баллов. Раньше я очень часто добавляла людей, которые то баллы не сделают, то там 2 реги не доделают, они как сидели, так и сидят. Активный рост их, наоборот, сильнее грузданет, и они еще больше закроются, уйдут в себя, и расти точно не будут. Вот. Также в запуске веточек немаловажную роль играет рассылка писем. Пока веточка не стала директорская, вы директор этой веточки, или вы лидер этой веточки, да. Лидер от 12% не рассылающих письма по своей структуре, может даже не надеяться, что его команда когда-то будет что-то рассылать. Это, во-первых, дубликация, то, что вам не надо, и им будет не надо. И, во-вторых, я решила вот еще такую тему поднять, что вы реально делите свой рост на два, если не научились пользоваться ни одной из рассылок. Рассылок куча. Малерита, Печкин, я вот сейчас Печкиным пользуюсь, да, Сент Пульс, так, Джаст Клик есть, да, рассылка. То есть рассылок очень много, всяких разных. И составить письмо, и разослать разом, одним письмом, это просто здорово. Когда вы рассылаете письма, вы можете во время звонков с людьми, да, по структуре, вот, сговорить. Проверьте, пожалуйста, я еще вам бы хотела добавить одно, что проверьте, пожалуйста, папочку спам, если там от меня письма есть, добавляйте они в спам. Я в последнее время очень часто этим практикую. Особенно, если люди в моей личной группе, которым посылались письма, я точно знаю, что письма им ушли, но они ничего не получили, да, я спрашиваю, вы знаете, что вот стартовая программа, вы получали по стартовой программе, что у вас пробный шаг, она нет, мне такое письмо не приходило, но оно бы мне пригодилось. Я говорю, боже мой, там, говорю, все шпаргалки, как же так получилось, проверьте спам, и очень часто лидеры нажимают, ну, люди, которые идут по старту, нажимают, что это не спам, и следующая рассылка им уже падает в нормальную папку и бибикает на рабочем столе. Вот тут тоже, знаете, так все взаимосвязано, звонки, письма, вообще все взаимосвязано, потому что в звонке вы не можете им показать, где раздел промо-акций, где забрать парфюмерную воду, да, а в письме есть видео, как все это сделать, вот, и чтобы письма, которые уходят в спам, не спамились у людей, как раз таки важен живой созвон, да, и при живом созвоне можно попросить проверить папку спам и говорить, открывайте, читайте письма, так ведь? Вот, это тоже круто, это тоже здорово, вот, и, конечно, у некоторых, у большинства, я бы так сказала, бытует такое мнение, я письма не шлю, так как шлет мой директор, зачем заваливать письмами людей, люди ругаются, я не верю, что люди ругаются, ругаются единицы, если вам кто-то один, за полгода, или там пять человек, за полгода написало, хватит мне слать письма, то вы должны объяснить, что есть кнопочка, где можно отписаться от рассылки, и в рассылке по структуре автоматом эта почта больше не будет видна, она уйдет как бы что-то типа в черный список, да, и этому человеку не будет приходить, остальные же не должны страдать из-за того, что кто-то один там поругался, что ему пришло два письма, это огромнейшая редкость пробиться в обычную папку с письмами, обычно все уходит реально в спам, девочки, да, что еще хочу сказать, что, вот кто думает, что шлет мой директор, зачем мне заваливать письма, вот это называется, пассивное наблюдание, как мой директор мучается один, да, вот на самом деле это так, потому что факт, и это на самом деле факт, к тому времени, как вы становитесь топ-лидерами, да, у вас по структуре от тысячи баллов и выше, большинство людей в веточке могут уже давным-давно отправить вашего директора в спам, и письма не будут доходить, да, просто уже не доходят письма, и я думаю, что не секрет, что у нас с вами активированные попадают под поток и начинают расти в уровнях, да, начинают расти в уровнях, и почему бы вам не послать поздравления с процентным уровнем, не послать письма желтеньким, не разослать письма, может быть, о терминации, вот, ну, о терминации, лучше письма, рассылку не мучить эти терминации, потому что рассылка начинает блокироваться, вот, я шлю с другой рассылки, и, если честно, на терминацию людей я отрабатываю отдельно, потому что очень спамится сильно рассылка из-за красненьких, да, потому что они уже все, они передумали, они не хотят, да, там и так далее, и так далее, вот, да, то есть, смотрите, тут у нас с вами получается, что письма – это наш двигатель, двигатель нашего роста, и с 12% ни жить, ни быть надо рассылать, я своих новичков хочу рассылать, уже если у них есть хотя бы один новичок, они уже на вебинарах для новичков получают информацию, как этого новичка отработать, вот, далее, ну, да, там звук пропал, да, алло, алло, слышно меня? норм, да, все, отлично, хорошо, спасибо, далее, значит, чтобы ваша ветка легко осталась без вас на плаву и стала директорской, когда вы будете открывать новую веточку, надо подружить, именно дружба и взаимовыручка, это самое дорогое, что есть для веточки, как ее дружить, то есть вы можете создать, создавать созвоночные, как сказать-то, созвоны веточные, да, извините, в скайпе это идет до 25 человек, но поверьте, много кто не придет на созвон, да, и те, кто дружат, друг между другом, они, как вам сказать, те, кто возьмут трубочку на созвоне, они будут друг о друге рассказывать, знакомиться, еще что-то, да, каждый сам о себе, да, там, допустим, давай пять минут ты о себе, пять минут ты о себе, и, конечно же, вот, допустим, мне сейчас сложно запомнить, кто в какой ветке, у кого сколько детей, да, то есть я уже начала путаться в количестве людей, я не помню, у кого сколько деток, как этих деток зовут и так далее, да, но когда мы с вами сидим в веточном созвоне, и у нас там, допустим, трубку взяло 12 человек, да, то мы с вами примерно можем запомнить, у кого кто, и потом, как бы, очень здорово бывает, вот, дружить в этом плане, что переписываться, еще что-то, да, что-то обсуждать, то есть в веточке нужно, как бы, как вам сказать, навести дружбу небольшую, да, вот, далее, значит, переписка в чате в веточном должна быть активная, да, просите лидеров, да, то есть и болтать по-человечески, и переписка по работе, да, то есть и все такое прочее, вот, значит, постоянный позитив, пример поведения для ваших новичков, то есть, если ваш новичок говорит, ох, меня забанили, 10 страниц заблокировали, боже ж ты мой, а вы ему отвечаете, да, а у меня вчера 26, ё-моё, как работать, куда жизнь катится, и начинается, да, то есть негатив, поддерживает негатив, и пошли, поехали, да, вместе там завывание в чате устраивать, если такое будет, то, конечно, веточку не подружить, да, поэтому нужно всегда находить выход из любой ситуации, из любого минуса нужно делать плюс, даже если этот минус очень сильный, все мы с вами знаем, что мы с вами, кто на работе по найму работал когда-либо, я думаю, работали все, мы с вами, допустим, едем на работу, на автобусе, да, мы платим с вами 30 рублей туда, 30 рублей обратно, чтобы съездить и заработать денег, мы выкладываем эти деньги откуда? из своего личного кошелька, так ведь? Вот, поэтому я считаю, что странички это тоже расходный материал, если вы им будете преподносить, что странички это расходный материал, а не, да, повод для наведения негатива в чате, и что блокирует абсолютно всех, и он не один такой несчастный, то это намного лучше, чем в унисон поддерживать, да, и плакать вместе, да, на пару, вот, далее, значит, вот это веточки очень важно во всем, поддержать, да, то есть, когда она еще говорит, ох, я слетела со стартовой программы, и все так бедненько, я тоже слетела, да, а вот та-то в позатом каталоге тоже слетела, да, и опять начинаются массовые, массовые жалобы, нет, вы как лидер своей веточки, ой, это очень часто бывает, я порой читаю, я думаю, господи, думаю, ну куда лидеры смотрят, почему они молчат, почему они не могут поддержать, да, насмешила, да, кого-то, вот, значит, что у нас получается, слетел новичок со стартовой, ничего страшного, ну, ну эти наборы, ну, мы сейчас с тобой заработаем, мы станем директорами, да, нам компания поездку потом подарит, пусть Доминикану не успеем, да, в следующем году успеем, да, наплевать на эти подарки, понимаете, или еще что, вот, смотри, вот ты слетела, тебе обидно? Обидно, а вот ты представь, твоим новичкам будет обидно, ты к ним относись теперь очень-очень внимательно, пусть они у тебя идут, да, не переживай, третий вариант, да, конечно, слетела, да, я прекрасно понимаю, это обидно, но у нас же с тобой осталась программа Фаберлик Клуб, а ты знаешь, если делать 100 баллов личного объема, ты можешь вообще забрать, сколько подарков по Фаберлик Клуб, новичок получит, если он сделает 100 баллов личного объема на следующий каталог, напишите мне циферку, меня не слышно, или слышно, плюс, а сколько получит подарков по Фаберлик Клуб? Напишите мне количество подарков, слышно хорошо, никто не знает, но смотря что выбирать, от скольки, ну, допустим, давайте возьмем, 100 баллов мы делим на 15 бонусов, 6 штучек, да, от 6 штук, важный вечок может забирать, вот, да, то есть, мы с вами поняли сейчас, что веточный чат, это 100%, нет, не от 15, Танюх, ну, что ты говоришь, а, от 15 бонусов, да, 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 все, поняла, да, вот, девочки дорогие, да, то есть, нам с вами нужно уметь из всего плохого находить что-то хорошее, поставьте, пожалуйста, плюсики, все ли это понимали, кому это полезна была тема, потому что у нас еще с вами много времени впереди сидеть, да, сейчас мы с вами точно еще будем сидеть, но полезно и не полезно, кто как делает, то есть, из негатива всегда выливать все в позитив, всегда, всегда, чтобы даже, как вам сказать, не было даже намека на то, что вы, вот вы знаете, у меня когда плохое настроение, я могу выключить компьютер и уехать, к примеру, в торговый центр с ребенком, там, да, там, допустим, вход есть, да, вот этот же Юркин парк, к примеру, да, там вход 300 рублей, можно полдня там ходить на эти 300 рублей, да, и я бывает иногда вызываю такси, ребенка шлеп в кресло, и все, и мы поехали туда, да, часик два поездим, я назад возвращаюсь, думаю, вот малышу добро разведки сделай, и я сама развеялась, отвлеклась, да, то есть, бывает, когда у вас плохое настроение, никогда ни с кем не ругайтесь, будьте выше этого, да, то есть, чтобы росла ваша зарплата, вам нужно быть всегда позитивными. Далее, значит, нужно обязательно объяснять макушке, что всех, кому мы добавляем чат, это люди, их структуры, и им можно помогать, когда вас нету в сети, да, то есть, то есть, да, допустим, Аленочка, я добавила сегодня новичка, но мне надо уехать, вдруг он будет что-то писать в чат, ты ему помоги, пожалуйста, он под тобой, у тебя веточки, вот между этим, да, и этим, к примеру, или вот под этим-то он самый последний у нас, вдруг будет регистрация, помоги, там, вдруг там он запутается, как, допустим, там, картинку загрузить в одноклассники, ты поможешь, ладно, если лидер будет знать, что этот человек под ним, он все сделает, потому что, сами знаете, что обучить человека намного легче, чем его найти, запустить, с ним созвониться, добавить его в чат, так ведь, я думаю, что так, вот, и, конечно, когда новичок что-то делает, и вас нет на месте, особенно первые 72 часа, это пик, у нас идет энтузиазма и так далее, это очень тяжело, когда наставник может полдня не отвечать, да, после трех дней он уже начинает осваиваться, начинает смелеть, задавать вопросы в общие чаты, в веточные чаты, но вот эти первые три дня ему нужно с ним быть рядом и помочь перебороть стеснение, да, когда новичок попадает в чат, где 500 человек, он на самом деле, он теряется, да, потому что чаты у нас с вами реально большие, вот, далее, значит, макушки объяснили, и новичку идете в личку и объясняете, или можете прямо в чате новичку объяснять, что тут в чате все его наставники, знакомься, пожалуйста, и попроси наставник, попросите обязательно наставников, чтобы они ему хотя бы ручкой помахали, да, обязательно, чтобы это у вас было как железное правило встречать новичков, махать ручками, это очень важно, да, то есть, что он может к ним всегда обратиться, если вас нет на месте, что девчонки классные, позитивные, ну, или мальчишки, да, смотря кто там наставник, вот, и, значит, вы знаете, реально очень частая практика, когда наставник вашего новичка может даже позвонить ему, все рассказать, пока вас нету рядом, и новичок уже, вот, узнать, что у него есть два родных таких, да, ну, почти, человека на проекте, который его всегда поддержит, а поддержка, как вы знаете, это 90% успеха, так ведь, вот, поэтому, знакомьте их сразу, вот, только новичок зарегистрировался, только он вас нашел в скайпе, вы его сразу в чат веточке, подписали, в какой он веточке, все, у вас нет ни путаницы, у вас порядок в плане техники, и у вас позитив в плане обучения, да, вот, это тоже нужно четко понимать, вот, и дальше, значит, в чате вашей веточки, ваш директор может быть добавлен, может, нет, у меня есть наставники, очень даже хорошие, они сразу сказали, Аня, мы сами будем что-то делать, и удалили меня, вы знаете, меньше непрочитанных, я не расстраиваюсь, да, поэтому, я как-то вот так не переживаю, что вот, да, я с вами сейчас сижу полчаса, Антон, хотя находится у скайпа, но все равно 8 непрочитанных уже накопилось, кто-то ждет ответ, да, то есть, если я, допустим, сижу, веду вебинар целый час, у меня бывает около 40 непрочитанных, это надо понимать, что меньше сообщений лучше, если лидер сам может вести, веточку, пожалуйста, только Бога ради, не негативьте, вот, далее, значит, мы прививаем взаимовыручку и дружбу сразу с первого дня, как ваш новичок нашел вас в скайпе, если верхние будут знать, что от нижних зависит рост, они будут наиболее отзывчивы, так ведь, вот, поставьте, пожалуйста, плюсики или задайте вопросы по этому слайду, потому что этот слайд для меня лично, для моего роста, он очень важен, я вам сейчас рассказываю, как я себя веду в своих чатах, так, плюсики смотрю, полетели, вопросов нету, да, отминусуйте, пожалуйста, что вот, да, у меня нет вопросов, все хорошо, или может быть, кто-то пишет вопрос, а я сейчас перелистну, и не успеете дописать, да, непонятно немножко, можно ли оказывать давление на консультантов, Люда, я не оказываю давление на консультантах, но я очень часто намекаю на то, что пока ты ревешь, другие заряжаются позитивом, очень даже хорошо растут, я не люблю давить на человека, но если человек реально ничего не делает, я ему говорю, что если ты ничего делать не будешь, тогда мне ты тоже ничего не пиши, да, то есть если лидер, как полгода назад жаловался, что у него нет регистрации, так и сегодня он жалуется, что у него нет регистрации, я просто не верю этому человеку, я прошу меня не отвлекать, многие лидеры обижаются и начинают на самом деле хорошо расти, вот, как новичка приручить начать регистрировать, приучить начать регистрировать, ну, тут самое главное показать ему, как раз таки разделе вот этот вот маркетинг план, то есть путь видения, что будет, если мы пойдем по одной регистрации в день, извините, простыла немножко, вот, что будет, да, то есть если мы с вами проведем одну регистрацию в день, то за 21 день в каталоге у нас будет 21 регистрация, так, так, из 20 человек, ну, примерно каждый пятый начинает работать, что-то делать, каждый третий делает заказ, да, мы сейчас говорим, если в плане бизнеса, то если каждый третий, каждый пятый начинает работать, это 4 работающих человека в свою структуру они получат, да, то есть это статистика даже супер-мега директоров высокого ранга и так далее, всех компаний, я это все собирала, смотрела, да, то есть пятеро человек с ним работают, вот, и вот тут надо понимать, что вот они, да вот эти пять, они пример для этих пятерых, да, то есть и вот как бы просто вот, ну, поняла, наверное, Розеля, да, то есть мы прописываем именно им путь видения, куда идти, приоритеты выставлять правильно, да, вот у меня тут один новичок, к примеру, регистрировала, все было хорошо, раз, начала клипы, 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 клипы снимать, я смотрю, а регистрация это где у нее нету, я смотрю, раз она первый клип выложила, второй клип выложила, я ее в структуре нашла, добавила в закладки, и мониторю, у нее никто не прибывает, но никто никого нет, да, то есть там один кто-то у нее зарегает кого-то, но не она, и я так ей пишу, говорю, так, жди падение, она, какого падения, я говорю, у тебя нету притока, люди остались без поддержки, ты шпаришь ролики, она, все, Аня поняла, поняла, все, она начала рекрутировать, я говорю, лучше создавай по одному ролику в неделю, и по одной регистрации в день, чем 10 роликов в день, и по одной регистрации в неделю, да, то есть самое главное нам с вами не то, чтобы приучить новичка начать регистрировать, а выставить именно приоритеты, путь видения, да, как его структура будет расти, как его выплаты будут расти, объяснить, что все начинают с нуля, но в итоге их работа по найму становится менее оплачиваемой, чем наш бизнес, вот это вот тоже обязательно, говорить, что все официально, легально, белые прозрачные доходы, что все это передается по наследству, по хозяйству и так далее, вот это очень хорошо играет, и вы знаете, обычные простые созвоны, чем вы человечнее, тем лучше, самое главное показать, что вы рядом, вы рядом, что какие бы ни были вопросы, вы все равно рядом, да, то есть если вас нет рядом, есть чат, то есть вот это должно четко быть настроено, да, вот, и конечно новичка приучить регистрировать, можно только после личного созвона, когда он вас увидел и понял, что вы живая, да, что вы там не какой-то там разводчик из пирамиды, а что вы живой человек, работающий официально и легально, да, то есть занимаете, занимаемый статус такой, как менеджер сетевого бизнеса, который внесен в реестр всех профессий и так далее, об этом нужно, к сожалению, говорить каждому, да, быть как попугай, вот, и так, значит, в запуске веточек также немаловажную роль играет проведение планерок, не обязательно проводить планерки и читать лекции, можно просто созвониться и поболтать, у кого что не получается и кто как, из какой ситуации выходит, мощно, это будет очень мощно, и самое главное, созвоны должны обязательно, прям, если вы хотите дружную, качественную веточку запустить, да, со взаимовыручкой, очень важно вести планерки и созвоны тем, кто не ведет общие вебинары, кого нигде не видно и кого нигде не слышно. Как вы думаете, почему обязательно вести общие планерки тем, кто не ведет вебинары, кого нигде нет? Напишите мне, пожалуйста, свое мнение, дорогие мои. Да, просто хотела позвонить, познакомиться, у кого сколько, страничек в соцсетях, поболтать что-то, понимаете, чисто такая неформальная атмосфера, чтоб команда видела, вот, да, чтоб вас видела ваша команда, вот это самое-самое важное, когда ваша команда видит, за кем она идет, да, то есть она не видит вас, видя фотографии и буквы в чате, она видит вас вживую, да, да, просто познакомиться, рассказать о себе, попросить каждого лидера тоже о себе рассказать, вот, представление, это очень важно, лидеры должны, люди, которые пришли к вам работать, они должны просто вас хотя бы один раз вживую увидеть, да, через скайп, это просто необходимо, доверие больше, Люда, да, золотые слова, доверие больше у команды, да, чтоб новички не замыкались, Люда, отлично, отлично, вот прям золотые слова, ну, молодцы, вы все знаете, поехали с вами дальше, да, и, конечно, очень, очень, мега важно, прям супер-супер важно, посылать скрины выплат в чаты, в скайпе, и приучать, посылать скрины своих лидеров от 3%, у кого ЛО более 50 баллов, это очень сложно сделать, люди стесняются, то у них маленький выплат, то они долго в проекте сидят, то они еще ничего не заработали, им там свои 100 рублей показывать не хочется, но надо делиться, если ваш лидер, первый заработал 100 рублей, и он скинет скриншот, другие увидят, что он зарабатывает эти 100 рублей, и тоже начнут свои скрины скидывать, да, поэтому не жадничайте, скидывайте и вы сами, скидывайте все, и знайте, да, те, кто, допустим, когда я спрашивала, почему вы стесняетесь посылать свои скрины у топ лидеров, да, я говорила, что я свои не могу выслать, да, то есть я связана по рукам, ногам, из-за огромных выплат, я не могу их афишировать, во-первых, это слишком много, во-вторых, в это никто не верит, но согласитесь, мне уже не верят мои выплаты, верите вы, да, те, кто со мной пришел, и те, кто со мной вместе начинал, да, вы верите, вы видели мой рост, как он начинался, но вы представьте, новичок приходит на проект, и ему скриншот тычут с миллионными выплатами, вы бы поверили на месте своего новичка, они скажут, да ну нафиг, такие деньги, это пирамида, просто не будут работать, просто я не имею права, такими выплатами просто людей шугать, я выслала этот скриншот только в чат топ лидеров, дорогие девочки, никому больше не высылала, потому что я знаю, что вы там не верите, но новичок, который вообще не понимает сетевой маркетинг, увидит в чате этот скриншот, и он будет понимать, что это ненормально, это нереально, но на самом деле, да, вот, и поэтому вы высылайте, пожалуйста, свои, особенно скрины, где зарплата до 100 тысяч, они супер мотивационные, высылайте, Олечка, конечно, конечно, будет запись, я записываю, дорогая, не переживай, да, то есть, высылайте скрины, не жадничайте, потратьте 3 минуты, сделайте скрин, разошлите по всем чатам, не важно, веточный чат, чат топ лидеров, общий чат, везде вышлите, куда не жалко времени выслать, потому что это очень важно, если вы поддержите чьего-то новичка, не своего, да, если ваши выплаты впечатлят даже человека, который состоит не в вашей команде, то это добро, оно вам вернется, да, никто не скажет, что как мало, никто не скажет, Люда, обязательно, особенно, вот, выплаты 100 рублей, 500 рублей, там, 5000 рублей, да, вот, особенно реалистичны, и особенно, вот, когда вы скидываете криншот, вы можете подписать, вот, я вышла на 3%, вот, мои выплаты, как здорово, компания платит, эти выплаты у меня вычтут, я уже на эту сумму буду меньше платить в следующем своем заказе, и так далее, и тому подобное, да, вот, буду ждать, выйду на, допустим, на 9%, там мне 2-3 тысячи перечислят, я буду там на 2-3 тысячи меньше еще за заказ платить, да, то есть, я думаю, все вы понимаете, как 65% ОС срабатывает, поэтому никогда не стесняйтесь, стесняясь, вы наоборот, людей, как вам даже сказать, отодвигаете от веры в себя, потому что они видят только выплаты директоров, и им кажется, что вот эти выплаты 720 рублей, 3,240 и так далее, им кажется, что они нереальные, на самом деле, дорогие, дорогие топ-лидеры, ваши выплаты намного нужнее и важнее, во, во, Оля, почему по чатам не раструбила, почему по чатам не раструбила, надо трубить, вот всем про это все трубить, вы поможете чем-то новичкам, вам, на вас посмотрят, тоже начнут, собирать, да, тоже начнут вот это вот все, вот, как у нас пришел, пришла директор, и говорит, боже ж ты мой, я, говорит, платье продала, и сразу 1200 в карман, говорит, хороший заработок, заказала платье, отнесла его, и причем этого человека, ей компания подписала, и она трубила это по чатам, она всем рассказывала по чатам, я под видео в комментарии написала, аааа, здорово, ага, ну, видите, не все читают комментарии под видео, писать надо, конечно, везде, и под видео в комментарии, это вообще супер, но самое классное, это когда по чатам пишем в виде текста, а потом уже видео кидаем, вот тогда это, ну, самое мощное такое, да, вот когда люди видят, как другие рядом с ними зарабатывают, и что они ничем не хуже, люди видят, как другие получают подарки, а чем они хуже, они тоже хотят, и пошло-поехало, друг за другом, да, 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 Настя, вот не все пишут, к сожалению, да, но я даже, вот, если честно, я каждый свой заказ, я снимаю обзор, ну, конечно, когда снимает один, да, человек там, это плохо, когда снимает там 50 человек, это уже сила, да, потому что только вместе мы делаем с вами, результат, и не было бы у вас, не было бы званий, да, и, конечно, у вас не было бы званий, если бы не ваши новички, и так далее, Настюша, умница, умница, Оля тоже, кстати, снимает много роликов, начала вообще интенсивно ролики снимать, Оля Пенина, прям, прям, прям круто, вот, итак, самое важное, это вам уметь в своих веточках выставлять одна регистрация в день приоритет, себе и своим новичкам, да, то есть, мы с вами должны знать, что, да, то есть, каждый третий делает заказ, каждый десятый примерно начинает работать, и каждый сотый примерно становится директором, да, я вам говорила каждый пятый, ну, вот, каждый пятый десятый, да, ну, у меня каждый пятый, да, вот, у новичка может и каждый десятый включиться в работу, потому что он не столь красноречив, как мы с вами, как топ-лидеры, как директора, да, топ-лидеры все равно умеют уже говорить намного лучше, чем новичок, пришедший вчера, так ведь? Вот, и поэтому, конечно, помогайте, я вам еще предлагаю практиковать такую вещь, как ваш новичок привел новичка, Но ваш новичок зарегистрирован 2 дня назад. Какой нафиг он проведет созвон? Извините за выражение, но какой он проведет созвон? Вы должны понимать, да? И вы можете созвониться втроем. И новичок скажет, вот, допустим, Катя зарегистрировала Олесю, а звонить будет Оля Пенина. И вот она будет говорить, к примеру, Олесенька, привет! То есть я Катя, вот я привела своего директора, директор хочет с тобой познакомиться. Во-первых, для новичка это честь. Во-вторых, это просто круто, когда директор, да, то есть звонит новичку, и новичок прям бывает весь в восторге. Я раньше, вот помню, я рекрутирую, рекрутирую в соцсети, ко мне человек приходит туда-сюда, я ему, допустим, говорю, а я директор. Он говорит, вы директор? Сразу же на вы перестает тыкать. И для них это такая честь, что вот с ними директор, самый настоящий работает, да. Мы с вами все равно должны понимать вот эту вот прослойку, да, социальную прослойку, да, в обществе, когда директор, да, на работе по найму, это круто, и могут, может, вместо директора занять только самые умные или самые хитрые, да. А остальные так все пониже. Вот, то есть, а тут у нас как бы нет новичка понимания, что мы все бизнес-партнеры, что не директора, да, мы друг другу не директора, а бизнес-партнеры, приходят примерно там на уровне директора. Ему надо кого-то слушаться. Это привычка, понимаете, это очень глубоко закопано, это привычка. И если директор видит, что у его новичка на самом деле не получается расти, то он должен ему помочь хотя бы провести 2-3 созвона вместе с ним, чтобы потом, чтобы потом этот новичок смог сам запускать своих людей. Вот это тоже важно, пройти ему, помочь через эти трудности и дать понять, что вы рядом в любой момент, да. Вот, поэтому, ну, это такой совет от меня. Я делаю это реально редко, когда реально у человека не получается. Я беру людей на созвоны, и мы можем взять созвон на троих, еще что-то, ну, на самом деле редко, но иногда вот созвонишься раз-два, и все, смотришь, ветка стала директорской. А я потратила всего 2 часа, а лидер поимел такую поддержку хорошую, что ветка стала директорской. Мне не жалко на это времени, мы для этого тут и сидим с вами, да. Вырос сам, помоги вырасти другим. Это железное правило, больше думать о других, нежели о себе, да, вот. Вот, и вторая тема, скажите, если вопросы по первой теме, очень хочется услышать побольше, потому что, если честно, у меня до такой степени все просто в голове, что веточку надо дружить, проводить созвончики, еще что-то, и у меня нет ничего такого сложного, мега крутого в голове, нет какого-то там обалденного секрета, нет никакой волшебной кнопочки, к сожалению, чтобы я нажала, и ветка сама выросла на директорство, но самое главное – это дружба в команде, чтобы люди друг друга знали. Вот, в принципе, все. В принципе, все, один-два созвона, а потом уже ваш лидер будет всех знать и сам будет созваниваться. Нету, да, вопросов? Итак, давайте с вами посмотрим, как же передавать веточку, как ее передаю я. Вот, значит, передача веточки. Давайте с вами сначала посчитаем выплаты, чтобы вы понимали, как вам строиться выгодно, да, то есть одно друг от друга зависит, поэтому я не могла эти слайды пропустить. Очень важно начать строиться так, чтобы мы с вами все получали деньги, а не чтобы мы просто были на каком-либо уровне. Уровень – это хорошо, но мы пришли с вами зарабатывать. И давайте посмотрим, сколько же получает, допустим, вот этот вот лидер. Кто мне напишет формулу? Давайте 60 рублей возьмем балл на выплату, да, потому что, опять-таки, скорее всего, большинство России к нам пришло. Ну, да, одна только Людочка Браем с Украины, Лена Шушакова с Казахстана, извиняюсь, да. Ну, да, вот. То есть давайте возьмем 60 рублей балл на выплату, чтобы много времени не терять. Сосчитайте, насколько будет зарабатывать вот этот вот лидер. Ой-ой-ой. Нет, неправильно. Значит, я неправильно задала Оль вопрос. Этот лидер 50 баллов сделал, и этот тоже 50 баллов сделал. Нет, не 0. Этот лидер, если он сделал 50 баллов, он получит за свой заказ денежку. Да, только со своих 50 баллов, да. То есть 50 баллов мы умножаем на 60 и умножаем на 0.12. И те деньги он получит. По-моему, 360 рублей. Да. Давайте посчитаем вот эту веточку, сколько он получит. Да, то есть тут давайте сделаем пример, что вот тут 50 баллов, тут 50 баллов, и тут тоже 50 баллов. Сразу же с маркетинговой разницей будем высчитывать. Напишите мне просто конечную сумму, посчитайте на калькуляторе, мы с вами потом сверимся. Кто умеет, кто не умеет считать. Кто не умеет, будет учиться, пойдет на вебинар по маркетинг-плану для новичков. Просто сумму назовите. Девочки, затрудняйтесь посчитать. Значит, сам он лично делает 50 баллов и 200. И вот, да, то есть получается 1200 баллов. Да, 1200. Давайте я исправлю. Так, 200 умножить на 60 умножить на 0,12. Олечка, если 6-процентник, который сделал 200 баллов веточки, он уже на процентном уровне, и он сделал свои 50 баллов, то 12, мы вычитаем 6, и тут получается маркетинговая разница. И 12 минус 6 равно 6%. То есть вот за эту веточку мы с вами получаем 12 минус 6 равно 6. То есть 200 мы умножаем. Так, молодцы, молодцы. Да, да, да. То есть 200 баллов мы умножаем на 60 и на 0,06. 6% – это маркетинговая разница, 60 – это рубль, да, валюта в рублях. Да, по 6% он получает вот за эту веточку, да, лидер. И тут он получает уже, опять-таки, грубо говоря, пока ничего он не получает, если, да, то есть он получает только за свой заказ, получается, да. Вот, то есть, да, я неправильно посчитала. Молодцы, кстати, Светочка, какая ты умница. Да, 720 рублей. Да, и последний лидер, сколько он получает с одной веточки? Да, то есть, так, подождите, 300, 300, 300, 100, да, так, 3G3, 9, 10. Вот тут я тоже, видите, поторопилась. Тут, значит, получается 100 баллов, и за свои 50 баллов ему надо будет прибавить, да. Вот таким вот образом. То есть, ну, вот недосчитано немножечко, да, вот немножечко недосчитано. Расчеты тут будут не совсем верные. Ну, в общем, что я хотела до вас донести? Извиняюсь за ошибку. Так, это лицом грязь, потому что почему-то я не прибавила. Да, вы правы, я реально не прибавила. Что я хотела до вас донести? Что ширина – это наши выплаты, глубина – это наша стабильность, да. То есть, вот, допустим, у этого лидера, да, у этого лидера, лидер, получающий, если у него хорошая структура, и он уже получает свои денежки за свою глубину, да, то он уже может быть уверенным, что эта ветка у него передана хорошо, и он никогда не упадет, да. Вот, и если он откроет свою вторую ветку, то этой веткой ему, этой веткой ему заниматься как обзвоны, планерки, да, к примеру, еще что-то, но они уже могут вдвоем сотрудничать, да, вдвоем, то есть, могут сотрудничать, что этот, что этот одинаково. Да, вот если их обвести в кружочек, это уже будет дружная команда, потому что там уже два лидера веточки. Да, то есть, давайте с вами посмотрим, пусть расчеты неверные, но все равно, да, то есть, тут еще будет больше сумма, да, молодцы, молодцы, да, то есть, и получается, что вот этот лидер, да, он уже намного больше зарабатывает, он дружит и с этим лидером, и находится в веточке этого лидера, и у него два открытых чата, да, две веточки, и с обеих веточек он получает свои денежки уже, да, вот. И далее, значит, вот этот лидер, у него получаются три веточки, четыре веточки, так, минутку, сотру, да, то есть, вот этот лидер, у него получаются четыре веточки, четыре чата, четыре гугл-таблички, да, я думаю, все понятно, да, и, конечно же, вы видите, что лидер, который, у которого одна ветка, он получает меньше, лидер, который сколько-то отстроился в бок, он получает больше, и лидер, который, как вам даже сказать, да, у которого четыре веточки, он получает еще больше, да, но тут у этого лидера уже состоявшийся лидер, с которым намного удобнее работать, у этого тоже есть состоявшийся лидер, да, в плане бизнеса, а у этого еще людей нужно подтягивать, и веточки нужно запускать. Так вот, у людей идеальное построение как раз вот такое, когда и выплаты, и качественная структура, и рубин, нет, золото в перспективе, как вы видите, золото в перспективе, три веточки и 1000 баллов бог там надо. Вот это построение в перспективе золота, я называю у таких людей, у которых реально и ширина хорошая, и глубина растет постоянно. Вот, давайте я, значит, сотру. Извините меня за ошибки. Но я думаю, просто я, видите, вебинар ночью составляла из этого. Ой, так мне стыдно. Ну ладно, извиняйте меня. Да, и, конечно же, дорогие лидеры, если у вас есть 7-10 регистраций в каталог, да, это у вас получается одна регистрация через день или одна регистрация раз в три дня, да, то ваши лидеры будут такими же. Да, ваши лидеры будут такими же, и понятно, что регистрации будут меньше, рост будет медленнее. Да, но мне хочется сказать, пожалуйста, я вас очень прошу, не забывайте никогда о том, что на нашем проекте, да, 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 вот если так, коль брать, то 440, но еще, а я не посчитала, 50 баллов личные, да, то есть у него еще личные 50 баллов, и вот 4140, еще 360 рублей надо прибавить. Вот я что не досчитала, да, где вот 4140, там правильно, но за 50 баллов не досчитала, это получается 440 плюс 360 и равно, вот он сколько получит. Да, вот. Далее, значит, вот тут не забываем, что каждый лидер растет так, как он хочет, но у нас с вами получается все же, смотрите, сейчас мы с вами пойдем, 7 регистраций в 21 двухдневный каталог, да, то есть у вас получается, вы можете ввести только одну веточку, да, то есть это построение ведется в плане того, что вот тут, смотрите, неважно, есть у вас веточка наставника или нету, если у вас 7 и, не дай бог, еще и менее регистраций в каталог, то обязательно их нужно все в одну веточку ввести до 6%, особенно те, у кого нету ветки наставника. У кого есть ветка наставника, еще можно подумать о ширине, у кого нету ветки наставника, о ширине даже не думая. Вот, далее, какие у нас дальше получаются, да, действия? Смотрим. Когда ваша веточка вырастает на 6%, да, получается, выходит на 200 баллов, то вы можете открывать вот эту веточку, да, но продолжаете строить и вот эту веточку, да, то есть вы ее продолжаете строить, а пока она у вас еще сильно хорошо на ногах не стоит. 200 баллов – это, конечно, мало. Надо как минимум 9% и смотреть, есть ли там кому, кто будет продолжать. На 12% редко не бывает лидеров, а вот на 9% бывает такое, что ветка вся из дисконтников. Бывает, есть такие исключения. Вот, и что хочется сказать, когда вы начинаете, у вас 200 баллов одна веточка, вы начинаете открывать вторую веточку, да, то есть неважно, есть у вас ветка наставника или нет. Вот, значит, стираю, пойдемте с вами дальше. Дальнейшее построение, какое у вас будет, да, то есть эта веточка у вас, которую вы открыли, когда у вас это было на 6%, станет 3% и это будет 9%, да, то есть смотрите, какое построение. Это чтобы вы не попали, как одноветочные директора, бесконечно строить нельзя. Да, 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 1050, девочки, не досмотрела тут чат немножко. Свет, ну, там надо индивидуально рассматривать, давай я сейчас общее рассмотрю, а ты потом попозже этот вопросик скопируй, и мне вышли еще раз, да. Вот смотрите, веточка растет, да, и тут у нас с вами виден путь видения, да. То есть мы сейчас вот это вот уже не считаем, потому что ветка 9%, и она у нас под вопросом, помогать ей дальше или не помогать. Смотря, как вы с ней созванивались, как вы там, какую дружбу навели, да, есть люди, которые не, как даже сказать, не наводят дружбу в чате, чаты молчуны такие, да, и понятно, что если вы уйдете и не будете регистрировать, то ветка просто упадет, вся развалится, да. Чтобы веточка шла, вам нужно обязательно, чтобы вот этот лидер верхний или парочку лидеров вместе с вами вот эту веточку держали в дружбе. Так ведь? Вот. Поэтому я вам и говорю, скрины, созвоны и так далее, они очень нужны для того, чтобы вам потом, в будущем, передать ветку без проблем. Да, значит, это тоже пока не смотрите. Вот. И что у нас с вами получается? Смотрите, веточка на 12% у вас, первая, да, которая была на 6% на первом, в слайде, вторая выросла на 6%, и вы понимаете, 12% 1000 баллов, да, 6% 200 баллов, что-то не то, вам надо срочно открывать уже третью веточку, да, и эти будут у вас расти, да, то есть в следующем каталоге эта ветка примерно, да, там каталог 2 будет 15%, потом эта ветка уже будет примерно 9%, да, если вы запускаете, у них есть взаимовыручка, а вот эта ветка у вас уже, допустим, выйдет на 3%, да, то есть 200, 150, 150 и полторы, да, потому что мы же с вами уже открываем ИП, так ведь? Мы уже с вами открываем ИП, и нам обязательно надо, а тут 1500, да, то есть скажите, понятно ли, да, то есть вот, свет, скорее всего, я на твой вопрос уже ответила, да, то есть если у тебя активный на 6%, то немножечко помоги ему, 6% он еще не особо верит в себя, и выплаты из 720 рублей, это очень мало, конечно, у него, надо ему немножечко помочь, то есть вот смотрите, если у меня сама веточка, сама веточка, да, она у меня может быть на 23%, да, вот сама ветка, все, она уже директорская, но первый активный, первый активный, классный лидер в этой ветке, который все понимает, который понимает, что он выйдет не директора, допустим, где-то в глубине, и он на 12, ой, как криво, ну извиняйте, да, и он на 12%, так вот я эту ветку считаю 12%, и я ей помогаю, и сопровождаю, пока мой лидер нормально не увидит выплаты, не получит, я могу не сопровождать регистрациями, могу сопровождать, могу нет, могу там раз каталог одну кинуть, чтобы помочь поддержать человека, но я считаю эту ветку в 12%, я не считаю ее 23%, потому что вот эти 2000 баллов могут сделать люди простые дисконтники, понимаете, в чем суть-то, вот, ага, да, то есть, что у нас далее с вами получается, в букву можете, вот я забыла, на всех слайдах подписано, что вы можете строить дисконтников в первую линию, да, вот, то есть, вот и все, то есть от нас, что с вами требуется, в принципе, да, требуется постоянство, потому что есть лидеры, которые то регистрируют, то уехали, то опять регистрируют, то опять уехали, у них не получается, постоянство, то есть надо сначала вытянуть, а потом уже запустить витку, а потом уже ехать, тогда уже вторую не открывать, чтобы у вас, да, люди не остались без поддержки, не разбежались, вот, не менее семи регистраций в каталог, чтобы ввести эту веточку, да, планерки, письма, и веточные созвоны, и переписка, да, то есть, вот, что требуется от нас, чтобы запустить веточку, скажите, пожалуйста, дорогие коллеги, просто это, мне кажется, что просто, и вы знаете, запустив одну веточку, у вас другая пойдет, третья, четвертая, десятая, они пойдут очень быстро, быстро, если вы научитесь запускать одну, вам надо научиться одну запускать, а дальше вы уже будете уметь, и все одно и то же, вы уже будете, как бы так, зрить в корень, зрить в корень, и у вас начнет все получаться, вот, в принципе, и все, дорогие коллеги, сегодня я вас долго не задержала, самое главное, обзвоните всех после вебинара, долго я вас держать боюсь, и не хочу, чтобы у вас все получилось, потому что в неоплаченных, просто бешеные суммы, вчера было 4600, сегодня я с утра зашла уже 5700, такие суммы кошмар, прошу написать мне вопросы, и кто умеет, да, пользоваться СИП-телефон, не обзвоните, пожалуйста, свою команду, дорогие директора, ваши новички вам скажут, огромнейшее спасибо, в виде роста, с 12% Оля, это обучение только для полноценных топ-лидеров, если, к примеру, лидер-одноветочник на 12%, его тут уже не должно быть, то есть это вебинары для людей, которые реально работают, реально молодцы, да, тут нету одноветочников, нету людей, которые бросили свои структуры, нету людей, которые безответственно свои структуры строят, да, то есть настроили, кинули, да, то есть тут, ну, тут звездочки уже, звездочки, для которых может быть, вот как тебе сказать, мне очень давно хотелось передать свой опыт, но я не знала, как его передать, потому что, что напишешь в том чате топ-лидеров, то сразу же продается, бегается, везде, и думаешь, господи, опять запродавали мы, мое обучение, ну, у меня большинство, Оля берет, как раз таки, у меня большинство взяло, вот даже можешь смотреть, я звонила, я не знала, возьмут трубку, или не возьмут, я прям звонила, обзванивала, у меня большинство трубку берут, надо подбирать еще время, я вот вчера нечаянно пропустила, звякнула во Владивосток, понятный человек, проснулся, скинул, обратно спать лег, там плюс 8 часов, звонить надо в определенное время, лучше всего с утра, потому что Новосибирск, плюс 4 часа, но это один свет человек, один человек меня тоже сбросил вчера, ничего страшного, другие-то взяли трубку, другие со мной пообщались, даже со званиями некоторые поздравляли, я на кого только вчера не наткнулась, да, поэтому звоните, не переставайте, ну и, конечно, письма это самое-самое важное, дорогие коллеги, верьте в себя, верьте в свои силы, дорогие наши, да, даже вот я нашла такую картинку, что даже те, которые на вершине, не с неба туда упали, золотые слова, не надо никакие платные обучения, а не если лидер 9%, но еще не открыл 12%, рано давать этот материал, Оль, рано, не перегружай людей, им еще там нужно справиться со страничками, с активным ростом, с новичками, с рассылкой писем, можешь им дать вот, чтобы они письма своим разослали, да, в нашем шаблоне переписки, есть видео, как найти именно тех, кому можно рассослать письма о подарке новичка, пусть пока получится, немножко порассылает, пока структурка 9%, маленькая. Ну что ж, дорогие коллеги, я вижу, что у вас вопросов нету, или, или, скажите мне, пожалуйста, полезна ли была эта тема, потому что я каждый раз перед проведением вебинаров для лучших топ-лидеров, если честно, переживаю. Очень, да, ну, огромное вам спасибо, да, потому что вот я на самом деле переживаю, мне кажется, что я вам как-то маловато, что ли, даю, или еще что-то, вот, но на самом деле ничего не нужно усложнять, все легко и просто, да, некоторым даже директорам, вот даже как, светочка, не расстраивайся, есть все записи до единой. Да, главная идея, понятно, да, вот идея запуск веточки, у вас вообще проблем не будет запуске веточек, потому что все равно в итоге, когда вы ее вначале будете запускать, у вас найдутся те бриллиантики, которые эту веточку возьмут, и вот, знаете, во время поездок, да, вот, допустим, взять эту же Машу деревянку, ее, к сожалению, нету в этом чате, она чуть-чуть, ей осталось, она отстроится, я ее добавлю, да, он будет закрыт, и он будет только по ссылке, да, Оля, ну, документы, я думаю, у тебя есть, и документы для директорства у тебя есть, и для топ-лидеров есть документы, и шаблон переписки, я думаю, это все у каждого директора есть, у моего, потому что я сбрасываю эти файлики, вот, давайте я вам сейчас пошлю этот файлик, чтобы вы знали, где записи хранятся, вот мы их, ой, так, как меня Илья роликом порадовал, потеряла, да, конечно, он будет закрыт, и только по ссылочке, да, ко всем одинаково, относись, Олечка, всегда, так, ну, что ж, всем пока-пока, спасибо за внимание, спасибо, что вам все понравилось, спасибо за отзывчивость, пусть без фото, но хотя бы с микрофоном вебинар провела, все, до свидания, вопросов уже точно нет, Продолжение следует...